Всем привет. Меня зовут Джо, я из команды мультимедийного оборудования NVIDIA. Я рад быть здесь, чтобы поделиться с вами историей NVIDIA RISC-V. Вот моя сегодняшняя история в общих чертах. Во-первых, я собираюсь познакомить вас с процессором реального времени NVIDIA Falcon. По сути, наша история не о том, чтобы на основе RISC-V создать новое ядро. Наша история больше заключается в замене существующего встроенного процессора NVIDIA на новую ISO, основанную на RISC-V. Я собираюсь поговорить о том, зачем нам нужен новый процессор, зачем нам нужна новая архитектура, новая ISO, и почему мы считаем, что RISC-V это правильное направление для следующего поколения встроимовых процессоров NVIDIA. И, наконец, я собираюсь представить самодельную архитектуру NVIDIA RISC-V, которую мы разрабатываем для следующего поколения NVIDIA SOC. Итак, это краткий обзор процессора NVIDIA Falcon. Falcon расшифровывается как быстрый логический контроллер. На самом деле он был представлен более 10 лет назад, и теперь используется в более чем 15 или почти 20 различных аппаратных движках во всех продуктах NVIDIA, включая Tegra и графические процессоры. Так что он был представлен еще 10 лет назад, около 12 лет назад, в качестве движка внешнего интерфейса для GPU. Таким образом, в принципе, если вы знакомы с архитектурой графического процессора, там будет хост для отправки запросов аппаратным средствам, например, видеодвижкам и графическим движкам. В потоке команд обычно трудно интерпретировать аппаратному движку, поэтому нам нужен легкий программируемый процессор, чтобы помочь обрабатывать эти запросы и программировать аппаратное обеспечение. И именно поэтому мы изобрели этот процессор Falcon. Цель проектирования в то время заключалась в том, что поскольку нам требовалось множество различных аппаратных движков, они должны быть легко настраиваемыми. Так что в основном можно настроить все, кроме базового конвейера. Поэтому это может подходить для различных аппаратных движков. Это было рассчитано на большую задержку памяти, потому что в наших GPU и Integra SOC обычно задержка памяти между нашим аппаратным движком и нашей памятью довольно велика. Речь идет о задержке от 500 до 1000 циклов. И это должна быть очень малая площадь. И, наконец, он должен быть разработан для обеспечения безопасности, потому что мы не хотим, чтобы кто-то запускал вредоносный код на этом встроенном процессоре, чтобы повредить или сделать что-то плохое с нашими графическими процессорами. На схеме показана архитектура этого встроенного процессора. Как вы можете видеть, это конвейер. У него 6 ступеней, 16 регистров общего назначения и специальные регистры. ИСА – это проприетарная ИСА NVIDIA. У нас ИСА переменной длины, она варьируется от 2 байт до 6 байт. Из-за задержки памяти было разработано так, что весь код будет находиться в его IRM и DRM, поэтому у нас нет кэша. Это очень просто. У нас есть механизм DMA, и у нас есть инструкции DMA для перемещения данных между основной памятью и локальными IRM и DRM. Как вы можете видеть внизу, есть несколько блоков, которые вы можете найти в каждом обычном встроенном процессоре из-за контроллеров прерывания, которые могут обрабатывать прерывания. Это может принимать внешние прерывания. И есть интерфейсы к хостам. Как я уже сказал, основное назначение этого процессора – быть интерфейсным контроллером движков, так что он должен принимать команды от хоста. Поэтому у нас есть интерфейсы хоста. Слева у нас есть встроенный модуль отладки, который может вставлять команды в конвейер. Вы можете остановить конвейер, вы можете сделать шаг, и вы можете сделать прыжок. Вы можете читать состояние процессов. И у нас есть конфигурационная шина, по которой мы можем общаться с блоками этого контроллера. Наверху у нас есть некоторые специальные детали. Это криптоускорители, которые привязаны к движкам Falcon. У нас есть высокопроизводительные AES, SHA, а также RSA и ECC. Нужда, по которой они у нас есть, заключается в двух причинах. Во-первых, для некоторых случаев использования, например, в механизмах безопасности, нам необходимо ускорить криптоалгоритмы AESA, SHA или RSA. Другая причина в том, что, как я уже упоминал, нам нужно защитить процессор от запуска любого кода, кроме микрокода, подписанного NVIDIA. Поэтому эти механизмы используются для проверки микрокода. Соответственно, процессор имеет разные режимы безопасности. В основном он имеет три режима безопасности. Незащищенный, незначительно защищенный и тяжелозащищенный. В режиме повышенной безопасности все коды должны быть подписаны, и единственный способ запустить код в режиме высокой степени защиты, это загрузить код в IRM и записать подпись в регистр. И вы начнете. А потом аппаратное обеспечение сделает все проверки подписей. Как только они завершатся, вы перейдете в тяжелый безопасный режим. Как только он находится в тяжелом защищенном режиме, никто не может прочитать какое-либо состояние регистра из этого регистра, даже с хоста. Так что это гарантирует, что процессоры находятся в очень защищенном состоянии, в котором они могут использовать ключи. Например, он может обрабатывать HTTP-приложение. В небезопасном режиме вы все еще можете загрузить микрокод и выполнить его, но вы не можете получить доступ к большинству его регистров. Большинство регистров будет недоступно в незащищенном режиме. В незначительно защищенном режиме. Это легкая модель с некоторой системной защитой, позволяющей запускать на этом процессоре только микрокод, подписанный NVIDIA. Но это по-прежнему имеет много остальной видимости, поэтому программное обеспечение может легко отлаживать этот код. Итак, это ядро Falcon, которое мы используем сегодня. Тогда зачем нам нужно следующее поколение Falcon? Значит, для этого есть причины. Как было упомянуто на предыдущем слайде, это ядро используется более чем в 15 различных местах во всех GPU и чипах Tegra. Есть много вариантов использования. Некоторые из них очень просты. В то время как есть новые случаи использования, требующие большей мощности и возможности от этого простого встроенного процессора. Ключевые требования для нашей команды разработчиков программного обеспечения включают очень широкий диапазон адресации. Они хотят сделать это ядро похожим на центральный контроллер CP в качестве вспомогательного процессора GP. Поэтому оно должно иметь очень широкий диапазон адресации. Наша команда разработчиков программного обеспечения запрашивает более 50 бит встроенной обработки, а в ближайшем будущем потребуется 64 бит. И очевидно, нам нужно больше производительности, но, к сожалению, в те времена Falcon не был рассчитан на производительность. Как вы можете видеть, производительность довольно низкая. Это около 0,7 DMIPS и 1,4 Core и Mark. Поэтому он определенно не может соответствовать требованиям новых вариантов использования. И я уже упоминал, что у Falcon нет дикэшем, потому что все, что вам нужно было, это загрузить код и данные в его локальную память и выполнить их. И постараться избегать обмена данными между локальной памятью и подсистемой памяти GPU или Tegra. Но новые варианты использования не хотят привязываться к ограничениям памяти. Они хотят более мощный iCash и Dcash. И последнее, это поддержка ReachOS. Хотя Falcon имеет разные уровни безопасности, у него нет привилегированной инструкции, которая поддерживает ReachOS. Так что все это требование, исходящее от команды разработчиков программного обеспечения, которым старый процессор, что мы используем сегодня, не может соответствовать. Поэтому мы думаем о переходе на более мощный встроенный процессор, который сможет соответствовать всем новым требованиям. Вот почему мы задумываемся о переходе с Falcon, этого небольшого процессора, на следующее поколение с большим количеством функций и более высокой производительностью. Итак, варианты. У нас явно два основных варианта. Это купить существующий или собрать собственный. У нас есть много компаний, которые создают потрясающие процессоры, такие как ARM. У них есть семейство A и R. У нас есть Synopsys Arc, который тоже очень хорош. У нас есть MIPS и Cadence. А для сборки мы можем либо улучшить Falcon, либо перейти на новую ISO. Вот тут-то в нашей истории и появляется RISC-V. В основном мы оценили все варианты в соответствии с нашими ключевыми требованиями и посмотрели, может ли какое из них соответствовать нашим требованиям. Мы сравниваем все процессоры. Наши ключевые требования включают производительность ядра. Мы требуем от нового процессора как минимум двухкратной производительности по сравнению с сегодняшним Falcon. По площади он должен быть очень маленьким, и у него должна быть модель безопасности. И из-за большой задержки памяти у него должна быть тесно связанная память, чтобы из нее можно было выполнить какой-то критический код. И у него должен быть кэш, и адресация должна быть 64-битной. И ИСА настоятельно рекомендуется, чтобы она была расширяемой, потому что нам, возможно, потребуется оптимизировать ИСА, чтобы иметь возможность ускорить некоторые определенные варианты использования. И это должно поддерживать безопасность с ECC или четностью. А для разработки программного обеспечения нам нужна функциональная имитационная модель, которую мы предпочитаем использовать на основе System C. Так что в основном мы сравниваем ARM и Synopsys HC и выбираем RISC-V Rocket Chip для сравнения. И мы строим имитационную модель для следующего поколения Falcon и смотрим, сколько усилий нам нужно приложить, чтобы улучшить Falcon ИСА или архитектуру в соответствии с требованиями. Для процессоров ARM, очевидно, что А53 указан здесь только потому, что он 64-разрядный. Площадь явно слишком велика для встроенного процессора. Другие ядра от ARM, все они имеют разные функции, но не могут удовлетворить всем нашим требованиям. Например, А9 не подходит, площадь слишком большая и у нее нет TCM. И R5 имеет TCM, но нет модели безопасности. Режим адресации не 64-разрядный. И Synopsys HC тоже не 64-битный. В то время как Rocket Core, хотя он не имеет TCM и у него нет функциональной имитационной модели, у него есть циклическая модель C++. Но мы думаем, что это не недостаток ИСА. Это зависит от реализации. Итак, после сравнения, есть еще один фактор, заключающийся в том, что ARM или ядра от ARM очень дороги. Особенно, когда вы пытаетесь собрать ядро от ARM ИСА. Но это дороже. Таким образом, мы пришли к выводу, что RISC-V это правильное направление к следующему поколению ИСА для нашего самодельного встроимого процессора. И мы решили, что создадим собственную реализацию ядра RISC-V. Далее мы собираемся представить архитектуру NVIDIA RISC-V. Это краткое изложение сравнения нашей старой архитектуры и новой архитектуры, основанной на RISC-V. Так что в основном первое поколение NVIDIA RISC-V будет очень похоже на Rocket Core. Это автомат для выдачи заказов. Он имеет внеочередное исполнение упорядоченную обратную запись. У него есть ROB, есть ID, кэш, есть предсказания, но нет FPU. У него также нет MMU, потому что мы хотели бы сделать его простым в первом поколении. Мы не взяли Rocket Core, потому что оно не очень хорошо подходит для среды разработки NVIDIA. Вот так мы представляем себе, как будет работать это ядро. Поскольку площадь очень мала, оно будет подключено к исходному ядру в качестве второго ядра. Мы видим в этом два преимущества. Во-первых, мы можем обеспечить очень хорошую обратную совместимость интерфейса. Это легко интегрируется с устройствами, которые уже сегодня использует Falcon. У них много тестов при работе с Falcon, поэтому замена ядра потребует больших усилий для них. Так что мы вставили ядро, как второе ядро. Оно может совместно использовать все узлы с Falcon. Оно может совместно использовать ITCM и DTCM Falcon, но ядро RISC-V имеет собственный кэш. А еще одна причина заключается в том, что мы хотим, чтобы все задачи безопасности по-прежнему выполнялись в Falcon, по крайней мере в первом поколении. В то же время исполняя приложения, не связанные с безопасностью, все приложения с интенсивными вычислениями на новом ядре RISC-V. С этим задачи безопасности и задачи, не связанные с безопасностью, или облегченные задачи безопасности, совершенно изолированы. Поэтому риск нарушения безопасности меньше. В этой таблице сравниваются Falcon, Rocket Chip, NV-RISC-V и BOOM. Думаю, данные по BOOM могут быть не в актуальном состоянии, но, как вы можете видеть, оценки Drystone и CoreMark на NV-RISC-V. Первое поколение нашего процессора очень похоже на Rocket Chip. В то время как мы работаем на очень высокой частоте, ядро, которое мы разрабатываем, может работать... Мы нацелены на работу на 1,5 ГГц при 16 нанометрах. И площадь, которую мы проектируем, обобщенная площадь предварительной компоновки. Примерно от 0,05 до 0,06. Поэтому ее можно добавить в исходное ядро Falcon без особой заботы о площади. Как я уже упоминал, у нас была среда с очень большой задержкой памяти, поэтому мы провели много оптимизаций нашего кэша, чтобы выдерживать большую задержку. Так, сначала кэш, как всегда, настраивается по размеру кэша, размеру строки, ассоциативности и политике записи. Оптимизации, которые мы делаем, включают буфер хранения, слияние записей, которые обняют все маленькие записи. У нас есть буфер заполнения строки, у нас есть буфер жертвы, а также буфер потока для предварительной выборки следующей строки для кода. Мы планируем сделать программную предварительную загрузку в будущем, а также мы планируем L2 в будущем. Это действительно зависит от площади и производительности первого поколения. Мы можем измерить это только после того, как будет напечатан финальный дизайн платы, и программное обеспечение использует ее. Так что, по крайней мере, в первом поколении мы не хотим вводить L2 из большой площади. И мы также думаем о кэш-памяти в банках. Очевидно, что мы имеем ITCM и DT, мы используем небольшой бенчмарк для тестирования нагруженной кэш-памяти. По сути, это бедерево, которое создает 8000 узлов и случайным образом вставляет, изменяет, удаляет узлы, чтобы измерить производительность нашего кэша. Производительность измеряется циклами выполнения, так что меньше-лучше. На диаграмме полоса справа соответствует предположению, что весь код и данные находятся в локальной памяти, поэтому это идеальное число, которого вы не можете достичь. Но это цель. На левой стороне оригинальное ядро RISC-V без какой-либо оптимизации кэша. Далее идет Falcon. Мы пишем симулятор и пытаемся смоделировать кэш со всеми оптимизациями, которые мы делаем, и смоделировать его производительность. А также моделируем RISC-V с оптимизированным кэшем. Как вы можете видеть на диаграмме, производительность кэша может быть значительно улучшена. Мы можем добиться того, что циклы выполнения могут быть сокращены до 50% после оптимизации. На этом слайде показана область интересов NVIDIA, в которую бы мы хотели работать с сообществом и мы хотели бы внести свой вклад. Или мы хотели бы работать с сообществом, чтобы добиться определенного прогресса. Первое – это набор инструментов. Мы заинтересованы в наборе инструментов для автомобилей, потому что мы выходим на автомобильный рынок. Мы заинтересованы в наборе инструментов, которые могут соответствовать автомобильным стандартам, таким как стандарт ISO 26262. ASILD. Мы также пытаемся сделать инструменты для отладки, то есть для отладки вашего кода как на Silicon FPGA, так и на эмуляторе. Нам также нужны инструменты для настройки производительности, поскольку, как я уже упоминал, некоторые варианты использования очень критичны к этому. Нам нужно понять, что является ходспотом и как мы можем улучшить или расширить ISO для достижения большей производительности. Поэтому нам нужен инструмент для настройки производительности, чтобы понять, какая часть микрокода тратит больше всего времени. И последнее, мы думаем об инструментах для обеспечения гибкости, чтобы пользователи могли легко настраивать ISO. Например, как только вы добавите ISO, инструмент может быть создан и автоматически выпустит что-то, готовое к использованию. Наконец, нас также интересуют опции компилятора, такие как ILP32, ILP64, потому что не все варианты использования требуют 64-битного полного диапазона адресации. Поэтому было бы лучше иметь 32-битный указатель, чтобы можно было уменьшить размер данных, что могло бы повысить производительность перехвата. С точки зрения безопасности, мы думаем о добавлении криптографических инструкций или большего количества крипторасширений. Как я уже упоминал, безопасность является важным вариантом использования сегодняшнего Falcon. И из-за этого, как только мы заменим Falcon, безопасность RISC-V станет очень важной частью и для RISC-V. так что мы посмотрим, сможем ли мы добавить к этому какие-нибудь криптоинструкции. И много других инструкций, вроде инструкции кэширования, например, предварительная выборка, аннулирование, очистка и так далее, для дальнейшей оптимизации нашей производительности декэша. Хорошо, это заключение. Во-первых, Falcon — это проприетарный управляющий процессор NVIDIA, и новые варианты использования требуют от этого процессора Falcon больше возможностей и производительности. Трудно улучшить текущий процессор и ISO, чтобы они соответствовали всем требованиям. Мы оценили различные варианты на рынке, и результаты показали, что RISC-V в целом является лучшим выбором в качестве следующего поколения Falcon. Наконец, мы будем строить новое ядро из RISC-V ISO. Ладно, это все. Спасибо. Хорошо, спасибо, Джо. У нас есть вопросы, Джо? Дэйв Пэттерсон из Калифорнийского университета в Беркли. Мне было интересно, почему вы хотите разработать собственное ядро, а не использовать ядро. Потому что мы оценивали все варианты как... Но расходы на разработку вашего ядра не были препятствием для вас, чтобы сделать это. Нам требуется не любое ядро, вот что обидно. И мы думаем, что разработка нового ядра доступна по цене. И сколько стоило получение чужого дизайна, не являющегося проблемой для вас. Стоимость, площадь, адресация, как 64-битный адрес. Но это было просто техническое решение перейти на RISC-V, а не бизнес-затраты. И то, и другое, честно говоря. Да. Ришер Нихил из BlueSpec. В вашей таблице сравнения возможностей различных архитектур. От RISC-V вы сказали, что нет функционального симулятора. Но я не уверен, что понимаю, потому что Spike — это функциональный симулятор для RISC-V. Это не симулятор для определенной архитектуры или чего-то в этом роде. Это для ИСа. Но я не уверен, что понимаю, что вы подразумеваете под отсутствием функционального симулятора. Нам нужен транзакционный функциональный симулятор, предпочтительно на основе System-C или что-то в этом роде. Я не уверен, что понял ваш вопрос. Spike — это программа на C++, полностью имитирующая RISC-V ИСа. И я думаю об этом как о функциональном симуляторе. Исходя из этого, я полагаю, что такая вещь, да. Да, хорошо. Спасибо, Джо.